В таком караоке вокальные данные не важны. Песня помогает выразить уважение к своему прошлому и надежды на лучшее будущее. Многие жители Донбасса, участвуя в патриотической акции, чувства не скрывают. Даже юное поколение с помощью клея, ножницы, цветной бумаги создают героев. Каждому рисуют улыбку. Радуется победе. А здесь каждый мог написать письмо солдату, которое отправят на передовую. Александра надеется. Вскоре снова вернется в Донецк, где остались ее отец и бабушка. Слова пишет тем, кто помогает приблизить день встречи с ними. Пусть прочитают и как-то так-то обрадуются. Пусть их поддержат и будет подбадривать. Написала просто, что они храбрые и мудрые люди, которые стоят на страже нашей республики, на страже нашей Родины. Они берегают нас. Мы очень благодарны им за это. А это слова семилетнего мальчика. Мир в наших руках. Свои мысли, переживания участники акции выражали в том числе через рисунки. Организаторам важно поддерживать жителей, которые несколько лет мечтают просто быть счастливыми. Для детей пригласили аниматоров. А теперь ручками вот так! Соня ждала такой встречи. Конечно, хотела. Чтобы больше праздников было, и мы тут больше аниматоров было, и тут мы всегда веселились. Для жителей Донбасса организовали и концерт. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пригласили артиста в Белгородской филармонии. Многие в зале им подпевали. Какой-то бальзам на душу. Эти все песни, эти мелодии знакомы абсолютно всем. Для души-то тоже что-то хочется. Какой-то радости, какой-то улыбки, какого-то веселья. Большое спасибо за такие концерты. Звучали народные патриотические песни, частушки и даже музыка из известных советских кинофильмов. Важно выступать для наших гостей. События, которые происходят, они рано или поздно закончатся. И наступит долгожданный мир. Они смогут вернуться домой и привезут с собой частичку нашей души. Многие уже несколько месяцев живут вдали от дома. Такие встречи помогают отвлечься. Мы почувствовали за эти месяцы, люди немножко раскрепостились. Они почувствовали здесь машнюю обстановку. Сегодняшнее мероприятие показало, что люди хоть заулыбались. Ростелеком, как социально ответственная компания, уже не первый раз инициирует подобные встречи с приятными подарками для гостей. Наша телекомпания помогает в организации. Ведь такие проекты сегодня очень важны. Если у вас тоже есть социально значимые идеи, Мир Белогорья готов их поддержать. Екатерина Ковалёва, Евгений Кротов. Такой день на Мире Белогорья.